народ всем привет у нас утро утро не ранее ветер в камеру как обычно попадает так собирая канистры максимально что у меня тут есть а то я что-то как-то последнее время все время обсыхая уже как бы не смешно реально я вот недавно работал позавчера не доехал до дома километр всего лишь километр потому что опять же выехал на типа два часа работы по намерегали соседи и захотели почистить снег в итоге вместо двух часов отработал на часов 5 наверное приблизительно плюс еще дальний перегон так мусор тоже забираем помойку у нас далеко поэтому приходится возить только на машине так закрылась получается с собой взял три канистры принципе если заправлю их полностью то будет хорошо вот вроде бы еще одна есть опаньки еще одну нашу лично много конечно не бывает техничка что-то как-то дымит очень сильно топлива отошло все съедем выбрасываем мусор заправляем и сегодня у меня также почистить снег работка подзаправились надо прекращать это моё постоянное обсыхание перед домом ну реально не планировалось работать столько сколько я работал на самом деле очень хорошо что я еще подработал в двух местах потому что получилось очень жирненько по заработку то есть я за где-то 6 часов приблизительно рабочих заработал 26 тысяч на экскаваторе погрузчики прикиньте это прям вообще максимально круто так кстати я читаю комментарии кто-то писал там под видео где спрашивал нормально или нет я заработал там я пьяный прораб недоплатил мне немножечко я считаю это многие написали что я зажрался но на самом деле как бы завидовать надо молча если вы сами не можете организовать себе такой заработка заработок это как бы вина только ваша я как бы считаю что с учетом того сколько сейчас стоит экскаватор погрузчик новый заработок должен быть адекватным более чем то есть выезжать как бы за 30 километров 35 от дома меньше чем на смену я считаю что это полный бред я работаю так как я работаю и делюсь с этим с вами потому что и вообще будущем это останется для меня как мой видео дневник и там через лет пять зайду посмотрю свои видео и вспомню сколько этом зарабатывал сколько теперь как бы я буду стараться в принципе всегда говорить в конце видео сколько у меня получилось по деньгам не всегда конечно получается нанименимаем прибылся заработался даже кто-то отвлек кто-то позвонил и не всегда это получается поэтому как бы круто когда получается заработать большие деньги когда маленькие я просто отношусь когда получается работать и поменьше денег отношусь к этому так как бы сверху все потому что до этого у меня получилось поднять там большую сумму денег. То есть, которая, как бы, в принципе, не должна была ко мне, так, ну, как бы сказать, прийти, грубо говоря. То, что у меня получилось там сверх заработать что-то. И я, как бы, компенсирую, грубо говоря, потом мои недоработки. Вот и все. То есть, я не хвастаюсь тем, что я там заработал вот 26 тысяч за 5 часов на экскаваторе-погрузчике. Хотя, как бы, для зимы у нас здесь в районе, как вот послушать моих друзей-знакомых, которые тоже имеют экскаваторы, и там они там какие-то суммы мне называют, что они там в день там зарабатывают, что-то не по тридцатнику. Вообще, в принципе, в легкую. Потому что на чистке снега все берут, как бы, больше, ну, у нас лично, на 500 рублей за час, чем, как бы, в обычной рабочей будни. Потому что чистка снега, это подразумевается все время газ в пол. То есть, у тебя расход дикий. Прям, ну, реально, там, литра на три приблизительно плюс-минус у меня в час получается больше расхода, чем в обычную смену. Когда я задним ковшом копаю, так это вообще не обсуждается. Я там трачу 30 литров смену. Вот. А так получается под 60 иногда литров улетает. Ну, если прям целую смену работать. Как-то так. Короче, опять же, пишите в комментариях. Можно будет обсудить. Да, кстати, ребят, пока не забыл. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое количество минут вам несложно смотреть видео. Ну, то есть, как бы, сколько делать видосов, там, буквально 15 минут, или 20, или, может быть, чуть побольше. Просто YouTube, как бы, говорит о том, что больше 20 минут, как бы, никто не будет смотреть. И еще хочу спросить про разговорчики в видео. То есть, когда их много, я так понимаю, не совсем интересно смотреть. Или же, если разговор о чем-то нормальном, все-таки, как бы, норм. Стоит ли так делать, или не стоит. Просто хочу, как бы, так прогнозировать это все. Но будущее, как народу нравится, как это для них удобнее. Понятно, что мне тоже хочется высказать иногда, там, в какой-то ситуации, как бы, от начала до конца это все разжевать, чтобы было понятно. Ну, постараться, по крайней мере, это сделать. Иногда бывает так, что не получается, но я стараюсь. Если что-то уж непонятно, то, как бы, реально, не стесняйтесь, пишите в комментарии. И, как бы, это реально важно для YouTube. Ваши комментарии, любые комментарии, на самом деле, и плохие, и хорошие, вообще без разницы, на самом деле. То, что вы напишите плохой комментарий, как бы, ничего от этого не будет. Просто, как бы, зачем его писать? Я кучу смотрю блогеров, которые начинающие, или, как бы, уже попадаются мне в рекомендуемых YouTube. И, если я начинаю смотреть, и, там, первые три минуты мне не нравится, как человек разговаривает, или что он там делает, или как он снимает, я просто его выключаю, и все. Ну, как бы, ну, незачем, как бы, ставить ему дизлайк, там, не знаю, незачем писать ему, что ты козел, что ты убого снимаешь, что ты вообще урод, там, какой-то, или еще что-то. Ну, это же вообще полная фигня, зачем вы это делаете? Я вот, просто не понимаю. Я, как бы, с этим не сталкивался, когда я не читал никогда комментарии, в принципе, там, ну, плюс-минус. Там, если какие-то, ну, видео про ремонтные дела, то я читаю комментарии, да, там, когда мне надо, что-то посмотреть. А так я же их не читаю. Я с этим столкнулся, когда вот сам начал снимать, и, оказывается, есть люди, которые, как бы, ну, я в видео вроде ничего такого плохого не сделал, ну, то есть, как бы, ну, все нормально было. И все равно найдется какой-то, блин, фантик, который напишет какую-то хрень, блин, то ли ты малолетка какая-то, там, тебе нехто делать, ты сидишь там за комбок сутками, бросил это кресло и пишешь там всем подряд. Я не понимаю. Ну, если ты есть, там, мой хейтер, который меня не любит, там, ты напиши, с каких побуждений ты там пишешь мне что-то плохое, даже интересно. Просто я тебе опишу, или что, что, из-за чего ты меня так пишешь. напиши. Как же меня бесит эти замки на Терексе. На Коттье вроде бы то же самое, а, нет, на Коттье другая ручка, да. Но, кстати, на Терексе, если что, если не открывается водительская, я так назовем ее, вроде как всегда открывается пассажирская. Опаньки! стекла все замерзли, надо пораньше запустить. Пускай греется. Сейчас соберусь как раз по мере давления в колесе, которое у меня подпускает. Ой, ей, скорость, почему? А, задел скорость, включил. Оп! Так, пускай греется. потихонечку. Вчера все промазал, кстати. Все, везде посмотрел, все жидкости в мостах, бортовых. Никто, ниоткуда, в принципе, не ушли, кроме вот этой стороны. Сейчас ее придется, после сегодняшней работы, скорее всего, ставлю экскаватор на прикол, потому что появился небольшой люфтик ступичный и масла очень мало уже. В мосту отлично все, а вот в той бортовой как бы не очень. Поэтому я планировал как бы Мерседес вторую ось разбирать. Уже сколько у нас прошло? Четыре дня? Нет, три дня. Сегодня четвертый, сегодня должны собрать все запчасти, объявить мне ценник за них. ну, как бы деваться некуда в любом случае. Вот. Так что запчасти появятся плюс-минус завтра-послезавтра. Не знаю, как там Дима, напарник мой, сможет, не сможет приехать. Пособираем эту одну сторону. Опа. И, собственно, разбираем из кого-то погрузчик, а не вторую ось на на Мерседесе. Потому что мало ли, сейчас опять снегопады пойдут, и мне нужно будет опять куда-то далеко ехать чистить. А у меня колесо уже немножечко болтается. Ну, и как бы это вообще ненормально. Нехорошо, так скажем. Поэтому я не заехал в горку. Да, горочка моя тут недоделанная, конечно же. И очень некомфортно в нее подниматься. надо будет к следующему году подготовиться тщательней, иметь отсев во дворе, чтобы хоп, повзял, подсыпал. И кайфец. Без проблем заезжаешь в горочку. бедыщи, бедыщи. Все, прибыли. Сейчас собираемся и выдвигаемся. Опачки, мое смотровое окно, забыл печку включить, не прогрелась. И еще тачка. Так, 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 надо откопать мой ковш шестидесяточку и взять его с собой. Так, у меня планировочный одет. Планировочный, потому что если все-таки мне придется ехать на объект и ремонтировать воду, то мне нужен зубатый ковш, потому что скорее всего там все нахрен замерзло. Вот возьму его с собой. Приступили к чистке. На самом деле снега вообще фигня. Я думаю, тут действительно завалило. На самом деле меньше, чем в тот раз, раза в два наверное этого снега. по-любому. Сейчас что-то прорав там идет, хочет спросить видимо. Сейчас просто работа такая, что возможно больше времени займет, потому что приходится перевозить сейчас снег, потому что в те места, которые я до этого скидывал, они заполнены и переполнены. А еще я закидал пожарный оказывается водоем, ну въезд на него я имею ввиду. Поэтому мне сейчас приходится его освободать, этот въезд. Там снежочки так прилично. покатаюсь, положу его. Кто сейчас откроет ворота, те самые пожарные. Сейчас туда все столкну, к лесу. и все. Они вроде сюда открываются на меня. Раз потолка. Сделал небольшой въездик для колясочек и саночек на детскую площадку. Здесь такую парковочку. Сейчас поеду, почищу остальное. Ну уже весь поселок дочищу, грубо говоря. По разику пройду еще. И если времечко останется, то почищу еще детскую площадку туда вглубь, может быть. Я правда не знаю, что там под снегом лежит. Очень стремная тема тоже. Не хотелось бы ничего сломать. Вот. А там уже посмотрим. Вот. Вывожу с участка. поймал меня человечек, спросил. Я сказал, короче, минималка у меня 2500. Ну типа сейчас могу работать. Вроде все устроило, все нормально. Не знаю, просто ну блин, дешевле смысла вообще нету. Там типа за тысячу рублей вывозить пару ковшей. Можно конечно. Мне кажется, это как-то дешево. не знаю, знаю. Так зато блин, я показал, правда, немножечко снял, повыше брать. Слишком низко ковш не опускать. Ну а что, закончил я. Отработал я в итоге 4 часа с приездом домой, грубо говоря, с выездом и с приездом домой я отработаю 4 часа. Взял я 13 тысяч рублей вместе с этим соседом. То есть 10 тысяч мне дал сам поселок и 3 тысячи дал мне житель поселка, грубо говоря, потому что я бы помог вывезти снег с его участка. В принципе норм. я доволен далеко недалеко от дома заработок нормальный и прям конечно же какой-то овер высокий как это было у меня позавчера. Ну вот я же говорил как бы что иногда получается заработать очень много а иногда получается работать как бы среднее. И плюс минус это все выравнивается и получается отличником. Так что еду домой хочу уже хавать сейчас пообедаю и уже буду заниматься домашними делами. А вам спасибо за просмотр пишите комментарии всем пока